Я счастлив, что я свою жизнь связал с Большим театром Белоруссии. Я думаю, что театр – это древнейшее искусство. И наш театр, он особенный. Я уж не говорю о том, что он уникальный, единственный. Здесь живут и проживают свою творческую жизнь великолепные люди. Настоящие патриоты искусства. В кабинетах, в коридорах и прежде всего на сцене торжествует творчество. Я думаю, что история все-таки белорусской оперы, белорусского балета берет начало в 17 веке Белоруссии. Гораздо раньше, чем на более восточных землях и пространствах европейских. Поэтому мы можем гордиться своим прошлым и настоящим. Я прихожу сюда каждый день. Я чувствую этот театр каждой своей клеткой живой. Я посвятил этому театру жизнь. И думаю, что каждый входящий через служебный вход, наверное, имеет возможность посвятить себя настоящему большому искусству. Каждый входящий с большого нашего театрального входа для публики приобщится к этому искусству. Все, что рождается между сценой и зрительным залом, это большое счастье сотворчества. Потому что я уверен, что где-то посередине между сценой, и партером, и нашими ярусами рождается настоящее искусство. Искусство невозможно не чувствовать своим сердцем. И мне кажется, что в лучших своих работах театр, конечно, является, ну, что ли, замечательным подарком и для публики, и для артистов. Вы знаете, мы с вами счастливые люди, потому что наши героические родители оставили... родители в широком смысле слова. Те люди, которые создавали наш театр, наш храм, искусство, они вложили в него свою любовь, свою любовь и свою душу. Поэтому я не встретил еще ни одного человека, который бы остался безучастным. Однажды увидев наш театр, увидев не только внешне, но и человека, который попадает внутрь, который видит наш прекрасный зал, наши замечательные интерьеры, нашего фойе. И это действительно грандиозное сооружение, настоящий памятник высокой культуры. И все те поколения артистов, которые служили в этом театре и продолжают служить теперь, ощущают большую высокую ответственность перед этим храмом, перед нашей культурой. Здесь звучало столько великолепных голосов, танцевало столько замечательных танцовщиков, и играли уже поколения музыкантов, которые уже не помещаются... Летопись очень большая, это не то, что одна страница, это огромная книга великих имен и великих событий, которые были, были, есть, и я надеюсь, будут, эти события будут еще в нашем театре. Конечно же, это не только мировая классика, это, может быть, пожалуй, главная задача наша, это состояние нашей национальной культуры, поиск, подготовка и воплощение лучших произведений белорусских акторов, белорусских режиссеров, композиторов, хореографов, дирижеров. И это, наверное, наше отличительное лицо, это то, что мы оставим нашим потомкам, поэтому здесь поиск постоянный, какая-то мистическая, наверное, связь в том, что в этом сезоне театр восстанавливал один из своих лучших спектаклей за всю свою историю, спектакль с таким вселенским названием «Сотворение мира». Это работа, которая, которая любят все поколения артистов, которые в ней участвуют. И он действительно приобретает какой-то особый смысл в наших сегодняшних условиях. Потому что, несмотря ни на что, мир был сотворен, слава богу, нам не удалось его разрушить еще пока, и, надеемся, не удастся, и мы все будем и дальше творить, дальше творить нашу жизнь, нашу историю, нашу культуру. А хочется всем пожелать не замыкаться в себе, читать новые книги, слушать, искать новое произведение, заниматься дома и готовиться к тому времени, когда мы все сможем опять соединиться и быть к этому времени готовым быть в хорошей творческой форме, чтобы наши любимые зрители не почувствовали никакого... нашли всех артистов более интересными, более мотивированными и желающими показать максимальные раскрытие свои творческие способности. Ну, оперный театр, что такое оперный театр для меня? Это вся жизнь, понимаете? 45 лет, с 76-го года я работаю в театре, а до этого еще пару лет с первого курса консерватории я была здесь просто присутствовала на всех репетициях, на всех рабозанятиях, поскольку мой педагог Алексей Петрович Гагадеев, он был главным армитентом театра, я у него была единственная студентка. Это любовь, конечно, всю жизнь, никогда не помышляла вообще, нигде в другое место работал, потому что я очень люблю вообще театр, а музыкальный театр это просто, знаете, такое искусство великое и большое счастье, конечно, работать в этом театре. Я пришла, 76-й год, это вот говорили, что начало 80-х годов это вот золотой век театра, труппа была очень сильная, очень сильные, были дирижеры. Я не хочу сейчас сравнивать, потому что сейчас тоже замечательный музыкант и работают в театре, но тогда говорят, а раньше было все интереснее, вкуснее, и так далее. То есть, вот первое впечатление, особенно мне посчастливилось, конечно, работать с Татьяной Николаевной Коломейцевой, вот, Ярославом Анатольевичем Ващаком, с дирижером Владимиром Машинским, а Лев Поликарпич Ляк, замечательный дирижер. Их уже практически многих нет живых, но это, конечно, вот рядом с ними, а певцы какие? Вот, для меня они были небожители. Небожители потом уже, начав работать, я понимала, что это тоже живые люди, и у них, может, какие-то недостатки, какие-то достоинства. Но для начала это просто, это был какой-то космос. Конечно, с открытым ртом я стояла за всеми кулисами и следила, мне было очень интересно. Мне, конечно, повезло работать с такими музыкантами. Я хочу поздравить театр, все его труппы и вообще всех работников театра вот с таким праздником нашим и просто пожелать им здоровья. Я всегда желаю одного здоровья, потому что если будет здоровье, будет все, будет желание работать, будет радость в жизни и так далее, и так далее. Время жутко трудное, а для нас, для артистов, особенно трудное, потому что мы не можем репетировать, потому что это маски на лице, то есть нам, как никому, у нас специфика работы такая. Но я думаю, что все будет хорошо, во всяком случае, все в это верят, все надеются, что театр придет к хорошим премьерам, замечательным и, в общем, общественным здоровьем. Так что я вас всех еще раз поздравляю, всех люблю, потому что все это люди, которые бессеребренники, понимаете, они не за совсем большие деньги, делают большое дело, театр в стране один, и это, конечно, фон золотой нашей культуры, всех нас надо беречь, вот, и всем еще раз желаю здоровья, 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 всех поздоровья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, что достойных, я надеюсь, что мы не подкачали и с достоинством несем эту планку. Хочу вспомнить Смолянского Александра Александровича, Брауда Дину Марковну. Хочу вспомнить всех, кто с нами теперь и сказать им огромное спасибо за то, что они нам дали эту путевку в жизнь и научили нас всему. Еще хочу поблагодарить артистов, которые были такой замечательной, совершенно приятной, когда мы пришли молоденькие в театр. Это Володя Комков, Володя Иванов, Юрий Антонович Троян, который теперь работает с нами. Это Людмила Синельникова, Нина Павлова, Людмила Бжезовская, Татьяна Михайловна Ершова, которая сейчас у нас репетитор прекрасный. Всем им огромное спасибо, честь и хвала. И чтобы мы были без таких педагогов. Спасибо всем. Дай Бог всем здоровья, мира, добра. И в семьях, и в работе. А театру хочу пожелать, конечно же, творчества и взлета, и успехов, и замечательных спектаклей. Театр для меня – это мой самый родной дом. Я в театре, служу театру уже 44-й сезон. И представить свою жизнь без театра – это просто невозможно. Конечно, я хочу вспомнить легендарные имена в театре, с которыми мне и посчастливилось работать, петь. Это, конечно, начну с дирижеров. Это великий Ярослав Вощак. Это Татьяна Коломейцева. Это Геннадий Провоторов. Это Иосиф Абрамис. Это Лев Ля, с которыми мне пришлось и посчастливилось, повторяю, много петь спектаклей. Ну и, конечно, буду говорить о солистах, и еще живущих, и которых нет. Это, конечно, две легенды. Это две народные артистки Советского Союза. Тамара Лижникова, Светлана Данилюк, Нинель Ткаченко. Она работала, я когда пришла, еще застала, она работала. Потом она уехала на Украину и там осталась. Конечно, сердцем вспоминаю Аркадия Марковича Савченко, Юрия Бастрикова, Ирину Шикунову. Ой, Господи, которых нет Царствия Небесных. И, конечно, и ныне здравствующих, это и Людмила Златова, и Николая Сергеевича Моисеенко, которые, слава Богу, живы, работают в консерватории. Знаете, что хочу еще сказать? Мне кажется, что вот все души артистов, балета и оперы, дирижера, мне кажется, вот они все живут в наших стенах. Вот и иногда идешь вот так в фойе, вот кажется, вот они на нас смотрят и нас слушают. Конечно, я хочу моему любимому родному театру только пожелать процветания, чтобы были полные залы. Конечно, чтобы были все-все здоровы, к сожалению, вот сейчас этот вирус, мы не работаем, но репетируем, это очень тяжело. Но я думаю, что все это быстро закончится, и у нас будут опять полные залы, будут новые постановки, и мы будем рады работать для зрителей, и будем рады их встречать. Что такое для меня театр? Это мой дом. Вот так скромно и со вкусом, можно сказать. Я когда первый раз попала в театр, я уже была студенткой, и прошлась по коридорам, эти мраморные полы, люстры, вот я помню свою мысль. Боже, как здесь красиво, я хочу здесь работать. И с тех пор вот меня не покидает какое-то такое особое ощущение, когда я хожу по театру. Вот действительно, это настоящий дом, это место, куда приходишь не только работать, но и отдыхать. Поэтому вот этот наш период сегодняшней вынужденной разлуки длительной, он тяжело очень переносится не только мной, но и всеми нашими артистами, для которых наш театр – это особое место, место встречи друзей, место творчества. Это настоящая семья с нашими коллегами, партнерами, сотрудниками. Я очень надеюсь, что этот период закончится поскорее. Лидия Ивановна Галушкина, мой профессор, моя любимая учительница, которая научила меня не только петь, но и быть актрисой, быть человеком, быть личностью, для которой очень важен характер. Она была очень яркой, очень искренней. И ее жизнь на сцене, она была как яркая вспышка. Она вовремя ушла. Сейчас актеры и певцы остаются на сцене до последнего. Но раньше была такая традиция вечеров каких-то юбилейных. И люди уходили на преподавательскую работу уже достаточно еще в таком цветущем возрасте. И всю свою энергию она направляла на учеников, на студентов. Она нас одевала, кормила, она приносила нам шапки. Она видела, у кого какие проблемы в общежитии, с квартирами. Мы лично с ней ходили к министру. И как ее все уважали, как ее все любили. Она заходила, как такой маленький танк. И все просто расплывались в улыбке, в каком-то таком желании помочь, желании решить проблему. И я наблюдала ее в разных ситуациях в жизни. И, конечно, этот человек, который сделал меня как певицу, как человека, как актрису. Для меня это очень большая потеря первая. Я ее вспоминаю очень часто. Я думаю, что она оттуда очень радуется тому, что так много ее студентов продолжают ее дело. Я с детства в театре. Я вырос в этих стенах. Для меня театр – это не просто театр, а это мой родной дом, моя семья. И какие-то решения принимать, буду я в нем работать, не буду, не приходилось. Я сразу знал, что я всю жизнь проработаю в театре. И постарался это сделать. Как это получилось, это уже другим судить. Но я ни разу не пожалел. Интересная судьба и самого театра. Все-таки я проработал уже 52 года в этом театре. Были взлеты, были какие-то неудачи. Но всегда было интересно. Это очень важно. В творческом, в творческой организации очень важно, чтобы был какой-то такой драйв, чтобы это было интересно. И театр, и все те, кто в нем работают, имеют хорошее будущее, и что еще много хорошего будет сделано. Несмотря на то, что мы сейчас переживаем сложные времена, я верю в то, что все это пройдет, а театр раз пыл есть и будет все. Так же точнули по 80-е. Левая вперед. Взяли пассетку. Это центр, и с карте вперед. Затем левая вперед. Баланс. В сторону. Баланс. Правая. Через пассетку. Закрыли назад, и все. Человек должен прийти на урок, получить нагрузку, восстановить собственное мироощущение и ощущение себя в этом пространстве, в этом мире, и уйти с урока талантливым, довольным собой, чтобы можно было двигаться дальше. Ну, и это ежедневная, такая изнурительная, порой, надоевшая уже до оскоминный муштрах. Но без нее никак. Это уникальное средство, которое позволяет поддерживать артисту свой организм и свое тело, свои суставы, связки в форме и дает возможность работать долго и бестравматично. Пятая, сзади. Два, три. На нас, пассетку. Давай, пассетку. Горо. Целая плеяда педагогов, которые были на протяжении всей моей творческой жизни, в общем-то, смело становятся на звездный небосклон педагогический и профессиональный балетный, потому что мой первый педагог это Корзенкова, Корзенкова Алистина Александровна, это звезда Белорусского театра. Выпускался я у Холиденко Александра Ивановича. В театре, уже в музыкальном вначале, мне посчастливилось работать и с Ниной Николаевной Дьяченко, и это все имена в балетном мире. И Марьяна Борисовна Поткина, это вообще легендарный педагог, легендарная балерина, она ученица Гейн-Ден-Рейх, а Гейн-Ден-Рейх это ученица Багановой, то есть там прямая вообще связь у нас с высшими, так сказать, сферами. Также, опять-таки, везение, я работал с Комковым Владимиром Теренчевым, с Ивановым, то есть много звезд, настоящих звезд нашего театра имели, так сказать, непосредственное влияние на мою карьеру. Ну и, конечно, педагоги Большого театра, тут куда никого не возьми, в принципе, легендарная личность, потому что все состоялись на сцене этого театра и очень долгое время преподавали и преподают сейчас. Это и Александр Сергеевич Мартынов, и Людмила Георгиевна-Бжзовская, Татьяна Михайловна Яшова, то есть это легенды, без всяких сомнений. И самое интересное, что мы продолжаем вместе, теперь я уже, как и педагог, репетитор, бок о бок с ними, так сказать, продолжаю работать уже с многими артистами. Театр Зал рукоплещет, ропщет, свищет, он и поклонник, и судья. Актер на сцене, принц и нищий, где жизнь чужая, где своя, все в этом дивном закулисье чудесным образом сплелось, что было давим, стало близким, о чем мечталось, то сбылось. Разбег от радости до злости, о, жизнь спрессованная вмиг, о, театральные подмостки, я ваш бессрочный ученик. Когда из сумрачного мира я выхожу под рампы свет, то жизнь мне кажется сатирой, правдивей сценой, правдой. И вновь прекрасна Клеопатра, вновь сказку дарит Периндей, бессмертна магия театра, и браво, браво лицедей. Дорогие зрители, артисты и работники театра, я поздравляю вас всех с днем рождения нашего любимого театра. Здоровья вам и вашим близким. Для меня театр – это дом. В этих стенах я прожила, можно сказать, всю жизнь. Конечно, это не моя заслуга, заслуга моих родителей. Мама приехала сюда, когда была разруха, в 44-м году, и как бы в самое тяжелое время становления этого театра она здесь начинала работать. Вообще она работала, танцевала в театре Станиславского и Нинродча Данченко в Москве. Потом ее как-то сюда перемогили. Ну и впоследствии в этих же стенах было театральное училище, в котором учился мой папа. И они студентами бегали смотреть спектакли. Ну и вот он приметил маму. И вот после этого появилась я. Жить было негде. И мы обосновались в театре. Потому что все приезжие, кто приехал работать в этот театр, музыканты, певцы, артисты балета, они все жили в театре, потому что жить было негде. Уже впоследствии выстроили несколько домов вот на Чечериной, на площади Полейской коммуны, куда уже потом все переехали. Так что мое детство прошло среди артистов, которых я любила, они меня любили. Мы были маленькие дети, бегали по коридорам, валялись в кулисах. В общем-то были предоставлены сами себе, потому что у родителей и моя мама была всегда занята. Что было, конечно, удобно. Здесь ты живешь, накинул халатик, выбежал в балетный зал. Первый балетный зал был очень интересный. Он был, ну, большой, сейчас уже немножко иначе. И сбоку висела огромная штора, огромная на таких кольцах, огромная через весь зал. И там люди переодевались, вот за этой шторой. Я ее запомню, такая бесцентовая, такая тяжелая штора. Ну, и вот мама протанцевала здесь до пенсии. В 61-м году она ушла на пенсию. Вот. Ей была удостоена такая честь сделать ей бенефисный спектакль и отдельно афишу, на которой, ну, все расписали, кто ее любил и был ее почитать. Вот. Так что для меня, мало того, я потом, ну, как бы это не сильно обсуждалась, меня отдали в хореографическое училище, которое находилось тоже в этих стенах. Вот. И я уже пришла в театр в 68-м году в качестве артистки балета. И проработав 21 год, в 89-м я уже стала костюмером. Потому что я не знала вообще, ну, я не мыслила, ну, куда, что. Ну, тут все свои. Так как я сейчас на полпляче костюмерной, я работаю с солистами, ну, я вот очень люблю, ну, если говорить о операх, я очень люблю царскую невесту. Ну, вот так как сейчас вот висят костюмы, они, конечно, ну, ткани висят и висят. Но когда их одевают артисты и выходят на сцену, это уже образы. Эти ткани уже превращаются в образы, вдохновения. Они очень вдохновляют артистов, если особенно их устраивает костюм. Конечно, начиная с художника, который мне очень нравится, который сделал эти костюмы. Наши швеи мастерицы потрясающе сделаны. Ну, и я говорю, что когда одевают, например, вот я смотрю на такой вот костюм, и я вижу Оксану Волкову, или я вижу Оксану Якушевич, или я вижу Катю Головлеву. Они для меня не ткани, они для меня образы, образы людей. Вот Марфа, вот это Любаша, а вот это вот Марфа, Танечка Гаврилова. Вот я сразу у меня, вот я смотрю на костюм, читаю фамилию и вижу сразу не костюм, а образ. Это у нас висят костюмы из спектакля Чуасан. Тут также я вот как бы, ну, кимоно и есть кимоно. Но я почему-то вижу в этом кимоно только Нину Шарубину. Потому что, в моем понимании, великолепно она создает образ Чуасан. И вот эти кимоно вот, ну, просто вот ассоциируются у меня только с Ниной Шарубиной. Очень, очень хорошая она Чуасан. Мне очень нравится. Наверху висит Спартак. Это не сольный балет Спартак. Это не сольный костюм, это костюмы карто-балетные. Но они очень хорошо смотрятся со сцены. Великолепно. Ну, и я уже не говорю про постановку у Валентина Николаевича. Спартак это, я считаю, шедевр. Мне еще посчастливилось выходить в этом спектакле и работать с Валентином Николаевичем над созданием этого спектакля. С demonetomia. Прошу. Катенин, от мобильного. Сделайте лучше. Сделайте лучше. Колибли, колибли. Спасибо. Это так, круто, что-то. Надо будет показать. Здравствуйте. Здравствуйте. А, знаете, что нужно сделать? Делать обычный, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И любимыми зрителями, нашими поклонниками, поклонниками оперы, балета, поклонниками Большого театра Белоруссии Мы ждем с нетерпением выхода на сцену и встречи с вами, дорогие наши зрители Всем здоровья, всем благ, всем хорошего настроения Мы выстоим и искусство победит все невзгоды И все будет прекрасно, потому что жизнь продолжается С днем рождения, любимый театр Ну, для меня театр, этот театр, эти стены, конечно, связаны с именами моих учителей Прежде всего Так уж получилось, что Теперь уже, наверное, далеком 2002-2003 году Я, естественно, на спектаклях часто присутствовал В качестве зрителя Очень любил всегда смотреть за кулисы До сих пор люблю эту привычку Вот она с юности осталась Так и есть Многие спектакли смотрю и за кулисы И когда видел в яме тогда для меня легендарных Александра Михайловича Аднисимова Геннадика Теремоновича Проваторова Вот приходишь в театр спектакля смотреть И за сценой такие мониторы висят Чтобы артисты, которые поют за сценой, видели дирижера И вот ты начинаешь этот монитор смотреть И ты не можешь оторваться Потому что перед тобой создается музыка Вот за полсекунды до того, как она прозвучит в оркестре Она уже создана Она уже продумана Она уже выстрадана Она уже преподнесена Ну и, конечно, была такая мысль Хочу так же Тогда был студентом вокально-хорового факультета Еще, ну, хоровое дирижирование Все-таки вот так же хочется уметь И в какой-то момент Уже поступив к Проваторову Исполнив часть своей мечты Я вот ему так робко сказал в театре Можно ли как-то в театре работать И через некоторое время В общем-то, произошло такое знакомство с трупой Ну, это как-то так сложились обстоятельства Это бывает так С счастливой звезда Так сложились обстоятельства Что Александр Михайлович Анисимов устраивал Такое знакомство с труппой Для молодых дирижеров Мы выбирали сцену Которую должны были дирижировать И репетировать Мне достался Ларинский бал Из Онегина Я быстро его на кухне дома выучил И вот это был мой первый выход В яму, к оркестру Страшно было ужасно Ну, вот такая какая-то примерка себя И хотя это не означало тогда еще работу в театре Но очень понравилось А потом уже Где-то, наверное, в курсе На третьем дирижерско-симфонического Да, оперно-симфонического отделения Так сложилось, что освободилась Должность дирижера сценического оркестра Такие маленькие фанфарки за сцены Которые тоже кому-то надо продирижировать И так сложилось, что я оказался в театре Уже в качестве его работника Первое время было ужасно непривычно Ходить другими коридорами Думать другими категориями Так сложилось, что сразу попал в выпуск спектакля «Город мастеров» Геннадия Гладкова И опять же так сложилось, что я его и выпускал Хотя я был там 38-м с краю Но так сложились обстоятельства И вот эта возможность окунуться сразу В такую не просто театральную работу А в такую вот кастрюльку Где варятся характеры, персонажи Рождаются образы Причем вот это вот такая ускользающая Ускользающий такой момент Когда вот в коридоре получается Очень связано разговаривать И что-то такое показывать певцу А потом в классе не всегда получается повторить Что-то уходит Что-то оставляешь себе как опыт на будущее Пытаешься удержать Ну тогда еще при живом учителе В общем-то на каждый спектакль Конечно Геннадию Пантелеймонычу И это был уникальный опыт Потому что сейчас я смотрю Как он дирижирует Ромео Джульетту Или Хованщину А завтра мы с ним встречаемся в театре И я могу задать вопросы Меня интересующие То, чего молодые дирижеры часто как раз лишены Просто в силу того, что Маэстро провел спектакль И дальше Маэстро поймать очень сложно В этом смысле мне, конечно, очень повезло Из рук Из рук Моего первого педагога по дирижированию Александра Ивановича Шимановича Поэтому второго Ильтера Владимировича Ровда Попасть в руки Проваторова Да еще и поработать ассистентом У Александра Михайловича Анисимова В свое время Это в общем Какой-то такой очень хороший Бэкграунд Мы не только двоем У нас там было еще четыре художника Мы это все прописывали Подмалевых делали Вместе работали А Лысик потом своей рукой, как автор Он чего-то оботпишал Ну и вот потом мы делали Детали Делать всякую Осущали Так как я с ним работал Почерки я его знаю Поэтому не приходится Устанавливаться Не могу я сказать Одним словом, что для меня Наш театр Потому что Так сложилось, что Придя в училище Ну как бы Достигнув какого-то сознательного возраста Мне всегда хотелось попасть И работать именно в нашем театре Ну слава богу Очень боялся, что могу не попасть Но слава богу Так все сложилось Что в общем-то Попал в наш замечательный театр И Не пожалел Ни разу В общем-то об этом Потому что Сразу попал в замечательный коллектив Замечательные педагоги Замечательные коллеги Которые помогали Как бы войти В среду вот именно артистическую Огромное Вот как бы Очень хотелось бы вспомнить И отметить Александра Александровича Смолянского Человека Который На тот момент Когда я пришел в театр И достаточно долго Он работал с кардебалетом То есть это неоценимая вообще польза Я даже Даже только с возрастом Когда сам начал уже Преподавать И быть репетитором Я понял Какую неоценимую пользу Тогда вот Мне дала Работа Под его Началом Вот Ну естественно Конечно Это мой Педагог замечательный Александр Сергеевич Мартынов С которым мы Приготовили Ну наверное Практически все мои партии Тот человек Которого Я очень люблю И очень Многому научился И Постоянно В общем-то Даже сейчас Я пользуюсь тем Чем Что он дал Ну и конечно Вот Очень Очень интересно Было попасть Совершенно В такой Творческий коллектив Начиная От солистов Заканчивая Артистами Кардебалета То есть Трупа была Очень творческая Вот И Это соответственно Кладом Какой-то отпечаток Уже на то Почему ты должен Соответствовать В этой труппе И Было очень приятно Что Товарищи старшие Они Как-то Так Не навязчиво Что ли Так брали Такое Как бы шество Они помогали То есть Они Время от времени Давали Какие-то Достаточно Ценные советы То что Помогало В чем-то В театре Побыстрее Вот войти В эту среду В эту работу Очень Как бы Для меня Очень помню Очень ценю Очень люблю Алексея Петровича Светова Это Человек Который Стал Как бы Моим С одной стороны И товарищем И учителем По многому Вот Он был Потрясающим Артистом Потрясающим Исполнителем Вот Своих Характерных И Таких Актерских Ролей И Был Очень чутким Добрым И Таким Заботливым Человеком Сейчас Сейчас Мы работаем Работаем Театр постоянно Меняется Что-то Постоянно Какие-то Новые постановки Новые спектакли Новые хореографы Новые имена Новые солисты Новые артисты Слава Богу Что Театр Это такая Среда Которая Постоянно Двигается Постоянно Развивается На самом деле Хочется пожелать Театру Движения Движения Вперед Развиваться Новых интересных Постановок Новых интересных Имен То есть Не бояться Экспериментировать И Для того Чтобы Именно Вот в этих В этом процессе Рождались Настоящие Замечательные Спектакли Которые бы Надолго Становились Ну Жемчужины Или Такими Очень востребованными В нашем Репертуаре Вот Хотелось бы Пожелать Новых Молодых Артистов Творческих Людей Которые Хотят Работать Хотят Работать Над собой Хотят Расти Хотят Развиваться И С каждым Разом С каждым Спектаклем Становится Все лучше И лучше И Для того Чтобы в нашем Театре Зажигались Новые По-настоящему Замечательные Имена И звезды От всей души Хочу поздравить Свой родной И любимый Белорусский Театр Оперы и Балета Это место Всегда Было моим Домом И продолжает Оставаться И Всему театру Артистам Сотрудникам Поклонникам И ценителям Искусства Я хочу пожелать Здоровья Вдохновения Процветания Нескончаемых Аплодисментов Ярких Новых Постановок И чтобы Вокруг нас Всегда Витал Дух Красоты И творчества В 2015 В нашем театре Появилась чудесная Традиция Проводить День открытых Дверей В честь Рождения Театра Мой опыт работы Дает мне чудесную Счастливую возможность Рассказывать вам О архитектуре Здания О чудесных Постановках Оперных И балетных Нашими Талантливыми Режиссерами Дирижерами Хореографами Сегодня Нет спектакля В театре И очень печально Что я не могу Видеть вас И наши Экскурсоводы Которые готовятся С удовольствием Рассказывать вам Много новых Впечатляющих Событий Которые Происходят В нашем театре Мы будем вместе И мы увидимся Непременно В следующем году 25 мая 2021 года И непременно Состоится Спектакль Кармен Мы чувствуем Вашу поддержку Мы ждем вас Субтитры КОНЕЦ КОНЕЦ